Мастовский музей Мастовский район и в углу на территории Беларуси 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 Рухались купцы со своими товарами, рухались войска Великого княцтва Литовского. Частка этой залы присвечена партизанскому руху на Мостовщине. Центром формирования некоторых отрадов была Лепичанская пуща, тяжко доступная, болотистая и лясистая местовость. У экспозиции есть инсталляция землянки, которая обеспечивает быт партизан в годы Великой Айчиной войны. В годы Великой Айчиной войны они кормили, они были надеянным сховищем для партизан, и не только, вовремя для всех людей. Конечно, в годы Великой Айчиной войны люди выживали, как могли. Для того, чтобы отримать чай, например, партизаны, они использовали вот такую чагу. А чага – это такие грибы, которые растут на берозе. И вот они срезали эту чагу, сушили ее в печи, заливали кипнем, и, как надать вот этому чаю такую вот солодость, применяли сушеную морку, якая так само у нас размешается у экспозиции. Наши протки активно корысталися материалами, які отдавала природа. Солому, глину, лазу, древа – они перетворали на предметы мастерства. Побачить приклады такой творчасті можно у залі народных майстров. Талиновитой женщиной в нашем городе з'является Давыдзик Зинаида Александровна. Она займается разбой по древу. У нашем музее мается панове, веселая хвилинка, где вы можете убачить в образы селянского життя. Менавіта яна цікавилась селянским життем, поэтому эта тема – это одна з головных у ее работах. Так само я вельми цікавили жихары лесу. Мастовский музей «Лес и человек» почав складацца у 1984 годзе, як гисторика краязнавчы, але калі гостры загучалі экологічныя праблемы, йон был переименаваны. І зараз кожна жадаючы може доведацца про сувість беларусов з природай на протягу опошніх 100 годзел.